Другим темам. С 20 по 30 августа казахстанские школьники будут сдавать ЕНТ. Подать заявление на бесплатное обучение они смогут с 13 по 20 июля. Именно счастливых обладателей грантов будут известны 1 августа. Теперь при подаче документов на стипендию абитуриенту нужно будет выбрать не специальность, а группу образовательных программ. С чем связано такое нововведение, узнаете далее. Специальность вуз и профильные предметы. Непростой выбор по этим трем позициям ежегодно делают казахстанские старшеклассники. В этом году будущим абитуриентам, которые хотят учиться бесплатно, нужно определиться с группой образовательных программ. Именно по ним после сдачи ЕНТ будут распределяться гранты. Специалисты приемной комиссии СКГУ отмечают, что при подаче заявления вуз нужно будет выбрать непривычные нам специальности, а группу образовательных программ. Всего их 94. По сути это специальности, которые объединены по общему признаку. Один и тот же сдаваемый профильный предмет, например, химия и биология. И похожие по направлению деятельности, например, учитель химии и учитель химии и биологии. Окончательный выбор специальности обладатель гранта будет делать уже в УЗЕ. Там же ему подскажут, где больше бесплатных мест. По словам ответственного секретаря приемной комиссии СКГУ, такой механизм будет удобен как старшеклассникам, так и высшим учебным заведениям. Это сделано для того, чтобы расширить возможности абитуриента и выбрать, скажем так, более общие направления и потом определиться детально в соответствии с теми возможностями, которые предоставляет вуз. С другой стороны, у вуза появляется академическая свобода на формирование полноценных студенческих групп, что также будет способствовать повышению качества образования. Летнее ЕНТ в Казахстане начнется 20 июня и продлится 10 дней. Прием заявлений на бесплатное обучение пройдет с 13 по 20 июля. 1 августа будут известны имена обладателей образовательных грантов. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова